Всем привет! Сегодня мы поговорим о моде или аддоне для Таункрафта Таунник Тинкерер, который добавляет очень много всего интересного. Начнем, пожалуйста, с палочек, точнее с набалдажников. Берем палочку, берем все эти набалдажники, можем даже взять вот такую вот сумочку, в которой мы можем хранить все эти набалдажники. Осталось только их переправить туда. Так, все, они сейчас у нас находятся вот именно вот в этой вот сумке. Остается нам только выбрать нужный нам набалдажник и попробовать его использовать. Давайте для начала используем набалдажник искажения Distortion. Так, берем, что он делает? Он создает вокруг нас щит, который позволяет сделать так, что вот эти вот стрелы от нас будут отскакивать, если, конечно же, вдруг скелет у нас начнет стрелять. Видите, как только я использую этот набалдажник, стрелы от нашего скелета, который здесь стоит, не попадают, то есть он даже перестает стрелять. Но как только я убираю, стрелы сразу у меня начинают попадать. Видите, вот эти вот белые такие искорки. Как раз таки это показывает то, что в данный момент скелет в меня стреляет. То есть в любой момент, как только стрела еще не достала у меня, я могу выбрать вот этот вот набалдажник, нажать правую кнопочку мыши, и все стрелы от этого скелета не будут в меня попадать. Естественно, это будет действовать также, кроме стрел, на такие предметы, как снежки, ну а остальные, как головы, скелеты, сушителя, от блейзов, вот эти вот огненные шары, к сожалению, действовать будут на вас и будут наносить вам урон, потому что эта палочка не такая уж, точнее набалдажник, не такой уж сильный для того, чтобы противостоять как раз таки вот этим вот стрелам, точнее огненным шарам и остальным таким предметам, как головы и сушители. Так, следующее, давайте выберем другой набалдажник, например, так, Efrid Flame как раз таки позволяет нам сделать так, чтобы вот эти вот, например, булыжник, а также песок превратился в стекло либо камень, потому что он позволяет переплавлять как в печке. Очень интересный такой вот набалдажник. Смотрите, то есть если я его использую, например, песок, поставлю его куда-нибудь сюда, то смогу его превратить в стекло. Видите? Замечательно. Следующее. Так, следующее у нас пускай будет Ender Rift. С помощью этого набалдажника я могу открыть на любом расстоянии вот этот вот Ender Сундук. Открываю, кладу сюда песок, открываем Ender Сундук, тут оказывается песок. То есть небольшое такое перемещение. Замечательно. Следующий набалдажник. Так, ну давайте для следующего набалдажника используем Event Focus Mending, то есть лечение. С помощью него я могу восстанавливать себе жизни. Видите? Использую его, и мои жизненькие восстанавливаются, при этом тратится сколько-то аспектов. Каких именно? Это аспект воды, а также аспект земли. Потратилось, я восстанавливаю себе жизненькие. Следующий. Дизлокейшн. Перемещение. Когда у нас в сундуке что-нибудь лежит, например, это камни, или саплинги какие-нибудь, мы сможем их переместить. Shift и правую кнопочку мыши. Все. У нас в небольшом таком буфере для одного предмета, для одного блока, в этой вот палочке. Оказывается, то, что сейчас перемещается сундук. Я могу переместить его в любое место, например, куда-нибудь сюда, то есть и все внутри остается. Также это будет действовать на предметы, тоже перемещая, все замечательно. То есть с помощью вот такого вот набалдажника я могу переместить все, что угодно. Даже могу забрать отсюда блок железа, и переместить куда-нибудь сюда. Интересно? Да. Следующий набалдажник. Так, такой из набалдажников сейчас используют. Ну, давайте используем телекиназ. Очень интересно. Так, для этого возьмем, например, вон те лежащие далеко слизни, куски слизня. Таким образом, я могу их переместить к себе. Перемещаю, забираю. Ну, чтобы не выходить, например, за эту ограду, и не попадаться слизнями. Или я могу выбросить какие-нибудь саплинги вон в ту сторону. Кидаю, отхожу, забираю. Также могу его перемещать, но к себе слишком близко подмести не могу. Так, забираю. Они куда-то исчезли. Возможно, это из-за вот этого вот как раз-таки ограждения. Даже слизни сквозь него проходят каким-то образом. Ну, то есть, этот набалдажник называется телекинез. Могу перемещать какие-нибудь предметы, которые находятся далеко от нас. Следующий набалдажник. И остался у нас еще один. Апризм. Так. С помощью него я могу подниматься. Как с помощью меча Бори. Или с Таункрафта. Поднимаю вверх. Поднимаюсь, поднимаюсь. Могу опуститься. Очень медленно. Могу подняться. Таким образом летать. Видите? Набалдажник подъем. Так. И спускаюсь очень медленно и не получаю приятного влона. Интересно. Все 7 набалдажников вы сейчас увидели их в месте. Замечательно. Следующий. К вам сундук. Находим здесь газовые. Газовые, газовые. Газзатемнитель и газсветлоты. С помощью этих газов мы как раз-таки сможем осветить территорию. Либо затемнить ее. И также у нас есть очиститель газов, который как раз-таки будет очищать все, что находится, например, в те действия, которые произвели вот эти вот газы в баночках, чтобы их убрать. Например, давайте включим сейчас ночь. Так, включаем ночь. Видите? С помощью, например, газа светлоты мы сможем вот так сделать. Интересно. С помощью очищения мы сможем его убрать. Шифр, правую кнопочку мыши. Убрали. Затемнить. Так, я сейчас все тут затемнил. Все затемнил. Осталось включить свет. И сейчас тут все, по сути, должно стать темным. Оно происходит очень медленно. Потихонечку здесь становится темно. Видите? Интересно. Дальше. Могу использовать снова-таки очиститель газа в небольшом радиусе. Так, радиус у нас будет, если я не ошибаюсь, 3 на 3. Да, где-то так. Мы очищаем вот это здесь все. И при этом здесь все становится чисто. Интересно. Да. Так, идем дальше. Дальше у нас идет воронка для эссенции. С помощью воронки для эссенции я могу переливать вот эти вот как раз-таки банки с эссенцией. Если я поставлю сюда сверху вот эту вот банку. Это неправильно поставил. Надо кликнуть прям по воронке. Видите? Вся эссенция, которая здесь была, быстренько переливается вот в эту вот банку. Если здесь, например, у нас две банки с одинаковыми аспектами. При этом, если даже так, у нас получается так, то что аспекты одинакового вида. В одном из них 30, в другом, например, 34. И мы должны перелить, чтобы было так, например. Так. Или пустая банка. Мы просто хотим очистить эту банку. Видите? Переливается и с таким эффектным интересом. Все попадает сюда. Полезная вещь на самом-то деле. Используйте ее. Открываем сундук, и у нас здесь нитр. А не простой нитр. Если мы его засунем в сундук, точнее в инвентарь, ночью он будет нам освещать путь. Когда я бегаю, например, в темные места, все освещается по пути. Я могу бегать куда-нибудь сюда. Здесь все будет светло, светло. Здесь тоже все будет светло. И при этом остается со мной след. Такой, интересный. Так, ладно, я пошел дальше освещать что-нибудь. Вот так. Так. Также есть у нас специальный такой филонический ресторар, который позволит чинить нам предметы. Если, например, мы взяли какую-нибудь очень интересную кирку, которая у нас зачаровано на очень важные аспекты, точнее зачарования, например, на аспект удача 3, у нас остается немного. Всего лишь немного. И у нас остается всего лишь немного как раз-таки прочности на этих вот кирках или всякое такое. Мы сможем поместить нашу кирку сюда внутрь. Здесь нам, если мы в очках покажем, сколько аспектов нам понадобится, чтобы починить эту кирку, аспекты разрушения. Точнее покажет, насколько разрушена эта кирка. Мы используем три вида аспектов. Это аспект орда, аспект инструментов, аспект фабрику. И с помощью этих трех аспектов мы сможем починить вот эту вот кирку и другой любой предмет, который получил повреждение. Также мы здесь сможем починить, например, нашу броню, тоже алмазный, зачарованную на протекшн 4 или что-нибудь такое, на шипы 3 и так далее. Все мы сможем починить именно вот в этом вот таламическом ресторе. Интересно. Дальше. В небольшом таком обновлении таламных тинкеров было добавлено шесть вот таких вот баночек. Стеклянных баночек, в которых помещается как раз таки огонь. Огонь воздуха, огненный огонь, огонь земли, огонь правопорядка, огонь разрушений и огонь воды. Каждый из них имеет свои эффекты. Например, если мы используем огонь, который позволяет нам превратить все, что здесь находится, здесь появляется вот такой вот огонь, желтый огонь, он потихонечку начнет превращать нашу местность в пустыню. То есть тут начнет появляться песок и все, что нужно для пустыни. То есть если я сейчас попробую зажечь это все на вот таком вот назарайке, он будет гореть постоянно и возможно он выйдет из-под контроля и захватит тут всю территорию. Таким вот своим огненным огнем, желтым огнем, он все тут захватит по сути и все превратит в песок. Так, ладно, нечаянно я переместился зачем-то в Nether, я перешел, ладно, отсюда нужно выйти, нам это не поможет, мы должны по сути попасть обратно в мир и использовать другие баночки. Но как раз таки Nether здесь неспроста, потому что в Nether мы сможем использовать такую баночку, которая называется Aqua Embiid Fire. С помощью него мы сможем лаву заморозить и так далее, то есть мы сможем покончить с этим огнем, который распространяется в Nether. То есть он потихонечку начинает захватывать мир, Nether, и здесь начнется потихонечку появляться что-то новое. Также мы здесь можем использовать земляной огонь, он зеленого цвета, естественно, и все здесь начнет превращать в землю. Давайте немного подождем. Ну, кстати, вот, начал появляться первый снег. То есть вся земля, весь Nether скоро начнет представиться нам в снежном виде. Давайте попробуем использовать немного зеленого огня. Сможет ли он превратить Nether в землю? Но, к сожалению, он этого не может. Возможно, он сможет превратить, например, булыжник в землю и так далее. Также с помощью этого огня мы сможем превратить сгустки лавы в обсидиан. Ну, а так он будет захватывать наш Nether и превращать его в снег. Видите? Все стало снегом. То есть вот этот вот Nether-рак, весь Nether-рак превратится в снег. Как только он это сделает, то произойдет что-то непоправимое. Так. Также он иногда начнет пожирать некоторые блоки. Но не забудьте о том, что чтобы прекратить вот это вот запланение огня зеленого, либо мы сможем использовать вот это вот. Позже я покажу, что он будет делать. Мы можем использовать огонь разрушения. С помощью этого огня мы сможем как раз-таки прекратить вот этот вот огонь. Он превращает весь огонь, который превратился, в обычный огонь. И он скоро потухнет, по сути. Сделан вот этот вот огонь разрушения для того, чтобы вот это вот население... Точнее, если огонь какой-либо из огней выйдет из-под контроля, как бы прекратить их действия. То есть если бы я сейчас не прекратил действия синего огня, то он бы захватил весь Nether, и весь Nether покрылся либо обсидианом, либо снегом. Потихонечку. Так, ну давайте попробуем обратно вернуться в наш мир. Но смогу ли я это сделать, вот в чем вопрос. Сейчас возьмем инструмент, который как раз-таки привестит нас в нужное нам место. Так, перемещаемся. И попадаем в свой мир обратно. К сожалению, свое старое место я не нашел. Буду показывать этот огонь здесь же. Это такой вот огонь, который превратит обычный мир в Nether. То есть все станет тут темно, точнее, все будет потихонечку покрываться Nether. Так, здесь появится Nether Rack, здесь появится Soul Sand, если здесь поместить, например, песок. Давайте возьмем песок немного, и попробуем поместить его куда-нибудь сюда. Вот этот вот песок обработается вот этим вот огнем, и потихонечку он станет Soul Sand. Ждем. Немного подождем еще. Так. И где они? Где покрытие? Так, скорее всего, надо разрушить. Да, вот, снизу, видите, здесь Nether Rack, здесь Soul Sand. И чтобы этот огонь сейчас остановить, мне нужен вот этот вот огонь разрушения. Он сейчас все превратит в обычный огонь. И действие красного дня прекратится. Кстати, еще одно. Вот этот вот огонь, например, красный огонь, даже если он красный, он, к сожалению, нам не будет наносить урона. Собираем огонь, точнее, огненный урон, он нам наносить не будет. Но вместо этого мы сможем, например, если мы используем вот этот вот огонь разрушения, попасть в обычный огонь, который превратится вот этот вот в красный, то после этого мы будем, конечно же, получать урон. Ну ладно, давайте перейдем к следующему огню. Следующий огонь это огонь полупорядка, где он, вот это орда Fire. С помощью него мы сможем сделать вот такую вот интересную вещь. Давайте возьмем, например, какую-нибудь руду, золотую, железную. Выставим здесь три железа, три золота. Используем огонь орда. И сейчас посмотрим, что с ним произойдет. Золотом и железом. Давайте сделаем вот таким вот образом. Немного сейчас остается подождать, чтобы произошло то, что задумано этим объемом. Ждем. Он будет действовать, этот огонь, только на оруды. После того, как он обработает все эти руды, то мы в конечном итоге получим что-то очень интересное. Осталось немного подождать. Здесь одна золотая руда, здесь две еще железные руды. Немного подождем еще. После обработки мы в конечном итоге получаем блок железа и блок золота. То есть, каждую руду, вот это, например, золото, либо железо, весь металл, каждую руду мы получаем в тройном коэффициенте. То есть, с одного блока мы получаем три слитка. Если мы здесь поставим три блока, в конечном итоге мы получим блок железа, либо блок золота. Если вы хотите получить все-таки эти вот блоки обработанные, то вам придется выставлять здесь руду в таком количестве, которое делится на три. То есть, мы можем выставить девять руд и получить три блока золота. Остается только поджечь здесь все вот таким вот огнем. Немного подождать. И после этого у нас получаются как раз-таки вот эти вот блоки. Остается немного подождать. Я все-таки нашел свое старое место. Открываем сундук и находим семена. Таунинг Тингер добавляет семена. Семена воды, семена земли, семена огня и семена воздуха. Их можно, конечно же, посадить, потом с помощью костной муки вырастить. Мы получим уже готовые семена, потом ломаем. После этого мы получаем либо очень много семян, либо вот эти вот зерна. Давайте попробуем все разрушить, получить семена, а также зерна. С помощью этих зерен в конечном итоге мы сможем получить вот такие вот четыре вида зелий. Каждый из этих зелий имеет свой эффект. Давайте откроем Таунинг и Клон. Посмотрим, как это получается. Вначале мы получаем семена. Варкан инфьюжи. В специальном алтаре. Дальше вот эти вот зерна, которые мы как раз-таки вырастили, кидаем в котел, получаем само зелье. После того, как мы получили это зелье, мы его выпиваем. Например, я хочу выпить зелье земли. И я выпиваю зелье земли. У меня получается на три минуты очень интересный баф. Давайте находим, найдем точнее, какого-нибудь врага, который на нас попытается напасть. Как только он попытается на нас напасть, у нас появляется невидимый барьер, который мобы не смогут пересечь. Видите? Бьем. Появляется барьер. И сразу убегаем. То есть небольшое такое зелье отхода, после которого мы сможем убежать. Убегаем. И до нас уже этот моб не добирается. Если мы выпьем зелье воздуха, так, выпиваем его, то мы уже получаем вот такую вот интересную вещь. Как только мы ударим моба, он взлетает вверх. Если он нас попытается ударить, то ничего такого не будет. Он сразу взлетает и попадает на наш невидимый барьер. Ударяем, он взлетает вверх и так далее. Ну давайте теперь попробуем выпить зелье огня. Выпиваем его, подходим, и он загорается. То есть он попадает в сферу огня. Взлетает. Появляется у нас также небольшая невидимая стена и многое такое интересное. Очень интересно все это. Все эти зелья и так далее. Но остался у нас в конечном итоге еще один вид зелья. Выпиваем его, и мы получаем зелье воды. Так, что же он делает? Берем из креативного режима в ведро с лавой. Где-нибудь его выливаем. Проходим рядом. Видите, оно превращается в обсидиан. Вот это вот очень интересное зелье, с помощью которого мы сможем превратить, например, всю лаву Незера в обсидиан. Очень интересно. Либо покидать всех этих мобов куда-нибудь в высоко. Действительно полезное зелье, если мы любим ПВПшиться. Следующий у нас на очереди вот такие вот два предмета. Это шлем. Шлем, во-первых, обладает свойствами брони, во-вторых, обладает свойствами вот таких вот очков. То есть два в одном. В очки, а также дает нам защиту. Если мы одеваем простой шлем, то мы получаем половинку защиты. А если, точнее, простые очки, половинку защиты. Если шлем с очками, то целую защиту. Таким образом, мы сможем использовать вот такую вот защиту для того, чтобы получить дополнительную защиту от этих мобов, которые на нас нападают. Кстати, бафы у нас почти закончились. Так, открываем сундук. Дальше у нас такой вот Tomb of Knowledge Sharing. Очень интересная вещь. Когда у нас есть свой Тауманимикон, в котором есть изучение, например, Тауманимикон, как в моем случае, полностью изучен, мы сможем передать этот Тауманимикон нашему другу, чтобы у него были тоже все изучения. Особенно это полезно, если мы играем в мультиплеер. Вот такая вот полезная вещь. А на этом первая часть гайда по Тауманимикон закончена. Всем спасибо за просмотр. Ждите вторую часть, она выйдет очень скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова